Это случилось 31 августа 1996 года в никому неизвестном до этого дагестанском селе. Александр Лебедь был, как говорится, в белом. Настоящий голубь мира. Войня, конец. Хватит, навоевали. По Хасавюртовским соглашениям Россия должна была вывести из Чечни свои войска и в течение пяти лет предоставить ей полную независимость. Смотритесь в лица участников подписания этого документа. Неприкрытая радость и злобное торжество на лице командующего штабом вооруженных сил Ичкерии Аслана Масхадова. Просто каменные угрюмые лица у наших военных и крайне довольный собой Александр Лебедь. Конечно, Хасавюрт это было предательство. То, что сделал тогда Лебедь, это предательство. Весной 96-го в Чечне был ликвидирован Джохар Дудаев. Его спутниковый телефон был запеленгован российскими спецслужбами в 30 километрах от Грозного. В воздух подняли два штурмовика. Блестяще была проведена операция. Это был уникальный точечный удар. Боевики были в шоке. Их лидер мертв. Российская армия стала воевать куда умнее. Бандформирование одно за другим загоняют в горы. Где-то они там делают эти диверсии, наравнения, а уже военные силы их разбиты. У наших военных настоящая эйфория. Генерал Трошев лично подбадривает своих солдат, которые впервые почувствовали запах победы. Идут, на зеленку наступают наши войска федеральные, а он на бреющем полете, на вертолете с рупором. Сынки, сынки, не уступим этим бандитам, добьем их здесь! Кричит, на бреющем полете. Там сбить могли в любое время. Но в июне в Москве должны состояться выборы президента России. И социологи объявляют команде Ельцина, что дело плохо. Рейтинг Бориса Николаевича всего 4%. И выборы выиграть он не сможет. Россияне недовольны уровнем жизни и проклинают Ельцина за войну в Чечне, в которой гибнут наши солдаты. Еду, чтобы посадить там за 100 переговоров и тех, и других, и третьих. Спецслужбы предупреждают Ельцина. Ему в Чечню нельзя. Там готовится покушение на российского президента. И Ельцин тогда приглашает в Москву Зелимхана Яндарбиева, ставшего после Дудаева президентом Ичкерии. В Кремле Яндарбиев всем видом демонстрирует, что делает первому лицу России большое одолжение. Ельцин, как всегда, воздрузился в Торис стола, чтобы все сидели по бокам и вели переговоры. А Ельцин сказал, нет, мы не будем так сидеть. Мы будем сидеть только по бокам, мы равноправные государства. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если дали вы не равны, мы должны это решить. Ельцин старается держать себя в руках, хотя видно, что он хочет рявнуть и выставить Ендарбиева вон. Садитесь, садитесь. Садитесь. Я с таким тоном не сядю. Садитесь. Я не сядю. Нормальный тон. Давайте мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Ельцин поворчал, поворчал, но сел сбоку, напротив Ендарбиева, который сидел в полевой форме и попахил каракулевый. И на следующее утро Ельцин, оставив делегацию Ендарбиева в Москве, тайно вылетает в Чечню и сообщает нашим военным, что будет заключено перемирие. На борте БТР заменитый его жест, он так это, знаете, прямо на аэродроме подписал, указал, все, мы демобилизуем, значит, срочников демобилизуем, тех, кто отслужил 6 месяцев демобилизация, все, война закончилась, все. А дальше президент начинает марафон, который чуть не стоил ему жизни. Перелетает из города в город и пугает всех красной чумой. Много говорит с людьми, убеждает, объясняет, танцует. И ценой невероятных усилий одерживает победу. Но незадолго до его инаугурации, 6 августа, войска Аслана Маскадова врываются в Грозный. Эту операцию боевики назвали джихад. Их было 6 тысяч. Потери российской армии огромные. Это катастрофа. Всего вот количество жертв. Ну, кто говорит, меньше 2 тысяч, кто говорит, больше 2 тысяч. Ну, что там ранен? 9 августа 1996 года Борис Николаевич Ельцин принимает присягу. Инаугурация длится всего 16 минут. Президент очень болен и еле стоит на ногах. Клянусь верно служить народу. А на следующий день президент России объявляет траур по погибшим в Грозном. И в душе его настоящее смятение. Власть осталась в его руках. Но своего обещания данного стране он не выполнил. В Чечне продолжает литься кровь. Одна из главных задач вообще российского руководства тогда был этот поиск выхода из этой войны. И Борис Николаевич Ельцин, он хватался за разные рычаги, пытался подключить разных людей. Одним из таких рычагов в то время ему кажется бравый генерал Александр Лебедь. Надо сначала развести дерущихся, серьезно, обозначить намерение твердое прекратить войну, вернуть обстановку на уровень здравого смысла, значит, холодных голов. Лебедь родился в Новочеркасске и в 12 лет видел там расстрел митинга рабочих местного завода. В детстве много дрался. У него были сломаны нос и ключица. Мечтал стать летчиком, но не прошел по росту, был слишком высоким. В итоге стал десантником. На будущее не надо надеяться, вот оно когда-то там придет и будет хорошим. Будущее надо формировать. Вот я его и формирую. Александр Иванович, несмотря на всю его кажущуюся простодушие, такую солдатскую простоту, был человеком достаточно ушлым, непростым. В конце 80-х и начале 90-х ВДВ регулярно бросали унимать национальные конфликты в республиках когда-то Единого Советского Союза. Сначала был Тбилиси, потом азербайджанский Сумгаин, следом резня в Киргизии, Воша. Лебедь послушно выполнял все приказы и был в этих кровавых спецоперациях очень эффективен. Что ему не раз припоминали в 96-м, когда он начал играть роль великого миротворца. Полковника Лебедя в политику привела ситуация ГКЧП 91-го года. Ему было поручено взять в кольцо Белый дом. Не пойми на что или для чего. Или охранять, или захватить. Скорее всего, конечно, захватить. В то время Лебедем командовал Павел Грачев. Ему пришлось кричать на подчиненного, который никак не мог врубиться, на чью метнуться сторону. Грачев видел, что побеждает явно Ельцин. Лебедь оказался ближе, ближе к Ельцину. Ближе к Ельцину, ближе к людям, потому что тот сидел непонятно где, а этот прямо предоставил свой танк, на который залез Ельцин и выступал с этого танка. Но после победы в путче Лебедь узнал, что Ельцин сделал Грачева министром обороны. И его охватила просто страшная черная зависть. В этой роли он видел исключительно себя. И про Грачева он высказался в оскорбительном тоне. При назначении на пост министра обороны Грачев был похож на мартовского кота, который запрыгнул на забор. Павел Грачев и Александр Лебедь закончили одно и то же Рязанское училище ВДВ. Воевали в Афганистане. Грачев всегда был старше по званию. Но Лебедь считал его изворотливым подхалимом. А Грачев его выскочкой и хамом. В 92-м году Лебедь показал Грачеву. Может, ты и министр обороны, но полный болван. И решение принимать я буду сам. Хватит ходить по миру с ума. Как козлы за морковкой. Хватит. Пора за дело браться. Державность блюсти. Возьмемся. У нас занимать будут. После развала СССР Молдавия раскололась на две части. Одна дрейфует в сторону Румынии, другая Приднестровская республика остается верна России. В июне 92-го здесь началась страшная гражданская война. Молдавские и румынские войска напали на приднестровских ополчанцев. На правом берегу Днепра были оборонные предприятия и заводы по производству электроники, на которых работало много молодых женщин. И вот эти девочки метались по площади перед своими общежитиями многоэтажными, а их с верхних этажей расстреливали снайперы. Там была усеяна вообще вся площадь этими девочками. За несколько дней в Бендерах убиты 300 человек, ранены более 600. Почти весь город разрушен. 23 июня 92-го года в Приднестровье прилетает Лебедь. Он должен вывезти российских военнослужащих и их семьи из зоны конфликта. Оценив обстановку, Лебедь принимает решение подавить огнем молдавские части. Лебедь принял решение ударить по молдавским частям, не дожидаясь приказа министра обороны Грачева. Иначе кровопролитие остановить было невозможно. Он не стал сдать ни одной команды, ниоткуда. Он принял решение сам. Он вытащил артиллерию моей дивизии на позиции. Вот она 20 минут по одному району поработала, 20 минут по другому. Всей войной было три дня буквально, которые делали, чтобы поучаствовал. Лебедь, по мнению Павла Грачева, должен был пойти под трибунал. Ведь его боевые действия в Приднестровье были полным самоуправством. Но поступок Лебедя понравился Ельцину. Поэтому Грачеву пришлось промолчать. Их конфликт перешел в стадию «война до победного конца». 11 августа 96-го года Александр Лебедь внезапно приезжает в Чечню. До этого он в республике ни разу не был. Чечня в руинах. Каждый день здесь льется кровь российских солдат и гибнут мирные люди. У него была идея стать миротворцем, то есть человеком, который положил кровопролитие, конец кровопролития в Чечне. В 96-м году Александр Лебедь – секретарь Совета Безопасности. И совпали два мощных фактора. С одной стороны, Лебедь очень хотел на этом посту совершить нечто грандиозное. Сегодня я надеюсь сделать серьезный, крупный, теперь уже политический шаг. Он же молодой мужик. У него жесткий характер, у него море сил. Он амбициозный. Он твердо был уверен, что у него есть силы сделать что-то такое серьезное. А с другой стороны, президент России хотел навести порядок в регионе, события в котором угрожали потерей власти. Из-за Чечни Ельцина постоянно хотели сбросить с трона. И был еще один человек, имевший огромную власть над Лебедем – Борис Березовский. Его называют главным кукловодом и бенефициаром войны в Чечне. Еще до того, как начались боевые действия, Березовский активно сотрудничал с представителями чеченских ОПГ при строительстве империи Лагаваз. А потом Геннадий Трошев в своих мемуарах утверждал, что Березовский накануне вторжения в Дагестан перечислил Шамилю Басаеву около миллиона долларов для укрепления дружбы между народами. Слухи о том, что БАБ спонсирует террористов, ходили среди военных с самого начала кровопролития в Чечне. Эта страшная война была для олигарха сверхприбыльным бизнесом. По сговору с чеченскими боевиками они проводили захват заложников разных, там, французов, венгров, ну и прочих-прочих. Получали деньги, часть он отдавал им, часть брал себе, так сказать, и торжественно, освобождав перед телевидением всей страны, освобождал этих, значит, заложников. Огромные чемоданы наличных на выкуп заложников давал Березовскому Ельцин. И БАБа никто не проверял. Многие, кто знает детали войны в Чечне, уверены, что еще Березовский сдавал боевикам за деньги расположение наших войск и военные планы. Они с ним общались, потому что у него было много денег. Я просто очень хорошо знаю, потому что я Радуеву лично знал, покойного, и Басаева знал хорошо. Вся эта шайка, им нужна была чеченская нефть. Нужно было ее завоевать, отревоевать, от кого-то деньги отстегнуть, и все. В Чечне процветает торговля наркотиками и людьми. В огромную офшорную дыру превратился аэропорт Северный. По всему миру из него разлетаются золото, валюта и оружие. Кстати, очень интересно, что в период Первой войны, ну, первые, объекты нефтяные почему-то бомбежкам и обстрелам не подвергались. И с той, и с другой стороны. Там все это было грязно, уголовно, коррупционно. Ситуация в Чеченской республике стала накаляться в 1990 году. Тогда о желании получить самостоятельность заявили татария, Якутия, Башкирия, Калмыкия. И 6 августа 1990 года эти советские автономии услышали то, что хотели. Мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии, вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Почти всех региональных князьков удалось привести тогда в чувство. Но в Чечне уже начались процессы, которые остановить было невозможно. Единственный, да, кто с этой красной линии перешел эту красную черту, это был, конечно, новоявленный руководитель Чеченской республики Джагар Дудайев. Именно в эти годы в русском языке появилось новое слово «беспредел». И оно очень точно обозначало то, что происходило при Дудаеве в Грозном. 60% населения города были русские. Их вырезали семьями, выгоняли из квартир, грабили, открыто издевались. Не покупайте квартиры у Маши, они все равно будут наши. Русские, не уезжайте, нам нужны рабы. Дудаев объявил о распуске всех прежних институтов власти. Его люди просто уничтожали тех, кто руководил республикой до развала Советского Союза. Железным арматурином были забиты в своих креслах депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской республики. Погиб, был сброшен с третьего этажа. Виталий Куценко, представитель горсовета, мой земляк, волгоградский, вниз головой. А потом ботинки бросили. 7 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин подписал указ о введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике. Но через три дня Верховный Совет его отменил. Тогда все страшно боялись Запада, который выразил поддержку всем демократическим переменам в Грозном. В Чечне продолжали гибнуть люди. Руководители южных регионов России, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ростовской области обратились к Ельцину с просьбой о защите мирного населения. К обращению прилагались письма граждан. Российская газета опубликовала в кратком изложении куски этого письма. Там же волосы на голове шевелились. 12 марта 1992 года вступает в силу конституция Чеченской республики Ичкерия, которой она названа суверенным и независимым исламским государством. Дудаев собрал всех бизнесменов и сказал, у нас впереди большая война, а вы должны воевать на экономическом фронте. Каждый день собиралась дань с чеченских предприятий здесь, в Москве, в других городах. И в Чечню ежедневно отправлялся эмиссар, у которого было наличностью миллион долларов. В день. По России начинают гулять чеченские авиза. Фальшивые платежные поручения, с помощью которых в Чечню выводятся огромные суммы. На фальшивых авизах было отмыто 4 триллиона рублей. Дудаев с гордостью заявлял о том, что мы отправляем простые бумажки в Москву, а обратно нам возвращаются самолеты с деньгами. Большую помощь Чеченской республики оказывает ставшая независимой Эстония. Согласно договору, все оставшиеся в республике наличные рубли там должны были сжечь или переправить в Россию. Они не сделали ни первое, ни второе, а загрузили самолет полностью этими деньгами и отправили в Дудаеву. Летом 92-го в Чечню прилетает министр обороны Павел Грачок. И подписывает с Дудаевым документы разделе находящегося в Чечне российского вооружения. Все решено поделить пополам. И это соглашение потом будет нам очень дорого стоить. Россия в начале 90-х живет в борьбе с нищетой. Армейские генералы не знают, чем кормить солдат. Денег на вывоз из Чечни наших танков, самолетов и другого вооружения в казне не нашлось. Все осталось. Ничего не вывезли. Даже снаряды БМП-13, Катюши, и БМ-27 так и остались. Федеральный центр продолжает перечислять в республику средства из российского бюджета. Но Дудаев отказывается платить налоги. В Чечню поступает российская нефть, но республика за нее не платит и активно перепродает за рубеж. Дудаев становится все наглее. В 94-м Кремль решил тайно поддержать антидудаевскую оппозицию, которую возглавлял Умар Автурханов. Было решено штурмом взять Грозный. В Чечню прибыла Кантемировская дивизия и несколько танков. Все остальное известно. И пошли пообедать. Уже почти попразднуют победу. А в это время гранатометчики расстреляли танки. Танки загорелись. Я до сих пор помню этих ребят. Там же половину сожгли, половину, ну, четверть сожгли, четверть взяли в плен. После этого позора российский генштаб начинает готовить полномасштабную военную операцию по наведению в Чечне конституционного порядка. Узнав об этом, Дудаев просит Ельцина о встрече. Но, значит, он сказал, что буду я с мятежниками встречаться. Дудаев был оскорблен. Ему дали понять, что он никто, и в Кремле его принимать никогда не будут. Мне говорят, даже Ельцин проигнорировал. Просто он меня посчитал, что я даже не горец, не человек. Споры о том, нужно ли было Ельцину принимать Дудаева, идут до сих пор. Одни говорят, президент России совершил ошибку. С Дудаевым можно было говорить. Вот даже с Дудаевым. Но другие уверены, что договориться с главой Ичкирии было невозможно. И война была неизбежна. О чем всегда говорил прежде всего сам Дудаев. Павел Сергеевич говорил, Джохар, а они с Афганистана друг друга знали, что надо, вот, представляешь, вот, внутри страны будет война, все. Дудаев сказал, да, я знаю, но я по-другому уже поступить не могу. Он сказал, если я не буду с вами воевать или что-то, меня просто убьют. 11 декабря 1994 года по указу Ельцина в Чечню входят российские войска. Министр обороны Павел Грачев собирается взять республику за пару часов силами одного парашютно-десантного полка. Конечно, я могу шарахнуть, и ничего от него не останется. И шарахнуть точно, даже в городе, по любому дому, в любое окно. Ему всегда хотелось Паше угодить Борису Николаевичу. Раз Борису Николаевичу будет приятно, что мы сейчас пойдем в Чечню завоюем, то я это сделаю. Александр Лебедь, услышав, что министр обороны Павел Грачев собрался идти на Чечню, называет это дурью и глупостью. Завчера беседуя с одним военным миротворцем, как он называет, он мне еще раз говорит, Павел Сергеевич, вот зря мы увязались. Это дело внутренних войск. В Грозный бросили необученных солдатиков. Силы противника были толком неизвестны. Но Грачев хотел как можно скорее отрапортовать о победе. Он хотел остаться министром обороны, потому что ему в затылок дышал Лебедь. Ну, они давние соперники были. Ельцин, он бы, не задумываясь, назначил, предположим, министра обороны того же Лебедя. Сдаваться я не собираюсь. Я десантник для того, чтобы не сдаваться. Но боевой запал Грачева закончился быстро. В декабре 94-го российская армия попала в Грозном в настоящий ад. Из моего села Грозный напоминал огромный вулкан. Жерло огромного вулкана. Там все взрывалось, там все горело. ФСБ действовало по собственному плану. МВД по своему, а армия по третьему. Вся техника, связь, ЗАС и все прочее, все просто было открыто. Почти перекодировка не делалась. И поэтому на нас слушали буквально все. У боевиков Дудаева была российская военная форма. Глупо брошенная нами в Чечне еще в 92-м. И наши войска, не разобравшись, кто и где, стали уничтожать друг друга. За сутки погибла майкопская бригада. Из 900 человек в живых осталось 38. И мы стали помогать разгружать, снимать эти трупы, раскладывать их на брезенте. Почти у каждого второго в голове дырка снайпер. А Грачев в то время сидел спокойно в штабе недалеко от Мостока и бурно встречал новый 95-й год. Много выпил и толком не понимал, что происходит. В Россию пошли гробы с грузом 200. И матери погибших мальчишек стали штурмовать Государственную Думу. Никто не был готов воевать со своим народом на территории своей страны. Ни офицеры, ни солдаты не были готовы к этой войне. В это время Лебедь находился в Приднестровье. Он командующий 14-й армией. И положение его ужасно. Ельцин все никак не может определиться, что ему делать с раздираемой на части Молдовой. Лебедь готов идти на Кишинев. Но такого приказа нет. Генералу все время дают понять – сиди тихо. Больше громких подвигов не надо. Павел Сергеевич всегда считал, что военнослужащий должен быть вне политики. И не раз Павел Сергеевич беседовал с Лебедем, чтобы ты либо армией командуй, либо увольняйся и уходи в политику. В июне 95-го года, когда 14-ю армию было решено из боевой превратить в миротворческую, Лебедь в знак несогласия подал в отставку. Армия не хотела его отпускать. 14-я армия. Там люди ложились на взлетную полосу, чтобы не смог приземлиться новой командующей армии. И он стал молодым пенсионером. Ему было 45 лет. Казалось, Лебедю место в Чечне, где очень нужны генералы, которых так уважает армия. Но Лебедь не хотел воевать. И не потому, что был за мир во всем мире. Просто ему куда больше хотелось власти. Он собирался стать президентом. Лебедь понимал, что Ельцин уже политически несостоявшийся автор. И вот он готовил из себя, вернее, готовил себя в качестве замены. Сначала он вступил в Конгресс русских общин. А осенью 95-го организовал общественные движения под названием «Честь и Родина». И стал депутатом Государственной Думы. Они исповедовали идею прекращения войны. На никаких там позорных условиях. А с ублюдением жесточайшим двух основных принципов. Территориальной целостности России. Ну и, соответственно, мир Чеченской республики. К президентским выборам в 96-м году коммунисты и демократы уже всем надоели. Много спорят, а дело в стране все хуже. Люди поверили в Лебедя. Вот он, честный военный человек. Подтянутый, смелый, резкий. Я выяснил себе, что это некий неизученный наукой массовый психоз, обильно сдобренный жидким виноградом. Человек, демонстрирующий твердость, железную волю, да еще генерал, да еще десантник, да еще выражение лица силовое. Ну, в самом деле, очень привлекательно. Лебедь ничего не понимал в экономике, международной политике и социальных вопросах. Ему явно не хватало образования. Но рейтинг его становился все выше. И главной его силой была российская армия. Его очень уважали почти все военные. Армия подыгрывала своему кумиру. Я не побоюсь сказать, да, кумиру. Долгое время Лебедь был ее кумиром. Но на предвыборную кампанию Лебедю нужны были деньги. И их ему дал Борис Березовский. Он окучивал всех кандидатов. Он бегал, он суетился. Ему надо было быть на всех свадьбах женихом и на всех похоронах покойников. У Лебедя появилась роскошная штаб-квартира. Целый особняк в центре столицы. Вокруг него стали вертеться высокие чиновники. В очередь на аудиенцию выстроились олигархи. Березовский не жалел огромных денег на рекламу кандидата. Он наивно считал, он очень наивный человек. Он наивно считал, что он переиграет всех. Что на народной любви, на вот этой иллюзии, которая создана, он согнет или под себя подомнет и Березовского, который его финансировал, и стареющего Ельцина. Но те, кто его вели по жизни, считали по-другому. В первом туре он набрал 14% голосов и вышел на третье место после Ельцина и Зюганова. И принял предложение группы российских олигархов отдать свои голоса во втором туре Борису Николаевичу. Сторонники Лебедя назвали этот поступок предательством и от него отвернулись. Но Лебедь был очень доволен. Ельцин за это сделал его секретарем Совета Безопасности. Было совершенно очевидно пьяному китайскому ежику, что таким макаром Ельцин расплатился с Лебедем за разрешение победить на президентских выборах 96-го года. Первым делом Лебедь потребовал у Ельцина отправить в отставку своего давнего врага Павла Грачева. Министром обороны президент назначает Игоря Родионова. И поскольку Дума все время рвала зубами Ельцина за войну в Чечне, Лебедь стал громко заявлять, что знает способ остановить убийство российских солдат. Советские соглашения надо было делать. Просто хотя бы для того, чтобы кровь перестала литься. Хоть как-то. Позже Александр Лебедь рассказал еще об одном моменте, побудившем его подписать эти соглашения. Якобы во время одной из неформальных встреч с Масхадовым он узнал, что если подписание сорвется, то лидеры чеченских боевиков прогонят по улицам Грозного тысячи российских военнопленных, как это сделал Сталин с пленными немцами в Москве. И именно тогда Лебедь поклялся Масхадову, что документ он обязательно подпишет. Устои, ни к чему не обязывающие документ, который на самом деле продлевает жизнь бандитам, террористам и так далее. Первая чеченская – самая позорная страница истории Новой России. Восстанавливать конституционный порядок в Чечню бросили 12 тысяч российских солдат и офицеров. Совершенно к войне не готовы. Многие из мальчишек только что приняли присягу. Я даже не уверен, что кто-то из них держал в руках гранатомет или пулемет. В армии Чкерии тоже было 12 тысяч бойцов. Но еще в боевых действиях участвовали 30 тысяч ополченцев, из которых 5 тысяч были иностранные наемники. В Чечню потянулась нечисть вроде Хаттапа. Штаны русские. Кусок тела неверного. Вот он. Готовились войска. Войска боевую выучку проходили. А потом и вовсе, по сути дела, были созданы подразделения горных стрелков. Туда и втратил на армию огромные деньги. Это было главной статьей расходов самопровосвященной республики Ичкерия. А нашим военным не хватало топлива, боеприпасов, даже обычного мыла, чтобы помыть солдат. Бойцы голодали. Я получаю телеграмму от командира ангарского полка напрямую министру. Товарищ министр, третий день кормлю полк комбикормом. Солдаты стояли, выставленные на охрану дорог, просили милостыню. Можете себе это представить? Чеченской армией командует Аслан Масхатов, который блестяще показал себя еще в советское время, когда учился в Ленинграде. Масхатов был признан в конце 80-х лучшим заместителем командира дивизии по артиллерии и ракетным вооружению, вооруженных силах Советского Союза. А многие наши толковые генералы от участия в Чеченской войне отказались. И те, кто согласился, совершают одну ошибку за другой, которые приводят просто к страшным человеческим потерям. Командовали полные, я не знаю, как можно назвать, дебилы, профаны или просто предатели, недоумки какие-то. Но к 96-му году в Чечне появились военачальники, способные, наконец, дать отпор врагу и прекратить бессмысленные жертвы. Это были храбрые и честные генералы Геннадий Трошев, Лев Рохлин, Георгий Шпак, Анатолий Романов и Константин Пуляковский. Генерал Пуляковский потерял сына в Чеченской республике, как и генерал Шпак. Вот, поэтому человек был обожженный. Армию подставляли, армию предавали, но она честно служила своей стране. Генерал Пуляковский летом 96-го года уверен, что российская армия близка к победе. Он считает, что нужно дать мирным чеченцам 48 часов на то, чтобы они покинули Грозный. И, как говорится, закатать врага в асфальт. Но в августе в Чечне появляется лебедь и начинает говорить о том, что войне пора положить конец. Рядом с ним поддакивает Борис Березовский. Пуляковский пытается говорить о том, что речь может идти только о прекращении огня по линии противостояния. Мы стоим здесь, вы стоите здесь и не стреляем друг в друга. Но если вы начнете стрелять вновь, то мы вам ответим. Только вот в ответ на это Борис Абрамович сказал, что ты, генерал, ничего не понимаешь, я тебя продам и куплю. И еще раз продам, поэтому вы будете подписывать соглашение именно о прекращении вообще боевых действий. Для Пуляковского это было просто шоком. Жена и мать его погибшего в Чечне сына не знала, как его успокоить. Тысячи загубленных жизней, погибших в бою и изувеченных в плену солдат. Развороченные мирные села, жертвы страшных терактов. Все это стояло в глазах Пуляковского. И он не мог понять, зачем Россия сдается с таким позором. Хасафюрт войдет как позорная страница в нашу историю. Потому что подписывать мирный договор с бандитами, это значит показывать свою слабость. Это знают все. Но подписание соглашения масхадов опоздал на 6 часов. И Лебедь уже очень волновался. Вдруг коварный враг передумал, и они вообще из Чечни живыми не уедут. Но соглашение было подписано. И Лебедь просто светился от счастья. Войня, конец. Хватит, навоевали. В последние несколько дней боевики, еще вчера не знавшие, как выйти из ситуации, запертые внутри города, выходили походными колоннами, поделенными знаменами джихада, как победители и герои. После подписания Хасафюртовского соглашения, Лебедь раздавал интервью и был очень собой доволен. О нем с восторгом писала западная пресса. Его благодарили матери солдат, которые должны были вернуться вскоре домой. Но уважение военных он потерял навсегда. Конечно, Хасафюрт это было предательство. То, что сделал тогда Лебедь, это предательство. В октябре 96-го 93 депутата Государственной Думы подают запрос в Конституционный суд о правомощности Хасафюртовского соглашения. После Хасафюртовских решений Чеченская Республика фактически перестала быть субъектом Российской Федерации. Амбиции сепаратистов были удовлетворены полностью. Это не что иное, как полная капитуляция федеральной власти после огромных жертв и потерь, понесенных Россией. На что большого ума не надо. Лебедя атакует министр внутренних дел Анатолий Куликов, который говорит, что Хасафюртовское соглашение лишь начало унижений России. Я предвижу, что в ближайшие недели и даже дни процесс эскалации, запущенный Хасафюртовскими соглашениями, будет продолжен. Что России предъявят новые унизительные условия. Но Лебедь реагирует на слова Куликова, ставшие крылатой фразой. Двум пернатым в одной перлоге не жить. Он чувствует себя на коне. По сути, верховным главнокомандующим. Он требовал полномочий особых, чтобы напрямую ему подчинялся министр обороны. Напрямую, вообще, весь силовой блок. И он, конечно, недооценил недовольных и оскорбленных им генералов. А также Ельцина, которого считал больным и слабым. На посту секретаря Совета Безопасности Лебедь продержался всего 4 месяца и был отправлен президентом в отставку. Войска из Чечни начали выводить зимой, буквально в чистое поле, на декабрьский снежок. А вы вот посмотрите на кадры, когда выводили в 96-м году войска. Командиры, когда попросили почтить память, минутой молчания погибших, вот на лица. Ведь это же обескуражило средний и высший офицерский состав и рядовых. Чечня потребовала от России компенсацию в 260 миллиардов долларов. Денег Россия не дала. Никакой мирной жизни в республике не наладилось. По ней бродили банды головорезов. Экономика была в полном упадке. Прилетев в Чечню через два года уже в должности красноярского губернатора, Лебедь вынужден был сказать, толку от заключенного перемирия никакого. Мир наступил два года назад. Но эти два года потрачены достаточно бездарно. Потому что экономические соглашения не выполняются, оборонных соглашений вообще нет. То есть зависла ситуация. Я лично сказал тогда Лебедеву, Асану Альвановичу, знаешь что? Вот эта пауза, мирная пауза, покажет, как между собой перегрузятся все полевые команды. И показало. Они перетрались. Салман Радуев, Шамиль Басаев, Хаттаб. Они плевали на избранного в 97-м президента Маскатова. И стали пускать просто реки крови. Они там и стреляли друг в друга. И табуреткой там Маскадов на этом совете бросал и в Басаева, и в других. Там все происходило. Много чего было. Тем не менее, не выдержали испытаний миром. В августе 99-го года бандформирования вторглись на территорию Дагестана. В планах было создание Северокавказского Эмирата. И Россия, по мнению боевиков, должна была Дагестан отдать. Необходимо подвергнуть беспространственному анализу само содержание и практику применения Хасавюртовских соглашений. Началась вторая чеченская. И те, кто был против подписания Хасавюртовского соглашения, снова проклинали Александра Лебедя. Все началось по новой. Только банд боевиков стало гораздо больше. И их теперь активнее поддерживали зарубежные спонсоры. Следующее поколение солдат пошло на войну. И тоже погибали. Вот это главное, что Лебедя сделал в своей жизни, это подставило еще целое поколение солдат, не позволив добить, ну, уже фактически добитый, раздавленный бандитский режим в Чечне. Интересно, что основные участники подписания Хасавюртовского соглашения ушли из жизни очень рано. Генерал Лебедь погиб в авиакатастрофе в 2002 году. Его помощника Сергея Харламова, чья подпись тоже стоит на историческом документе, застрелил в этом же году киллер. Аслан Масхадов был уничтожен в ходе спецоперации в 2005. Субтитры создавал DimaTorzok